На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Дарья Горельцева. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Сколько в нефтьюганске добросовестных налогоплательщиков? Это и более двух десятков других вопросов обсудили на заседании Думы. Предпосылки, первая помощь и реабилитация. В этой неделе отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Навыки спасения человека и ориентирования с помощью компаса. Нефтьюганские школьники приняли участие в игре «Курс молодого бойца». В Нефтьюганске прошло очередное заседание Думы. В повестку народных избранников вошло почти два десятка вопросов. Все они касаются важных направлений для нашего города. Это образование, медицина, развитие муниципальных программ и многое другое. Основной темой стал старт информационной кампании по уплате налогов за 2022 год. Все пункты повестки были подробно рассмотрены на комиссиях в течение месяца. Поэтому народные избранники приняли их единогласно. Однако один из вопросов – старт кампании по уплате имущественных налогов. Рассмотрели подробно. 1 декабря традиционно ежегодно мы уплачиваем три основных имущественных налога, которые платят все физические лица. Это транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. В городе Нефтьюганске на самом деле уже стартовала эта кампания. Наши налогоплательщики, жители города Нефтьюганска активно обращаются в налоговые органы. Пока что денежные поступления на весьма низком уровне. Однако уже в ноябре картина будет совсем другая. По опыту можно сказать, что добросовестными налогоплательщиками является 70% жителей. Оплатить свою часть начислений можно разными способами. Сводные налоговые уведомления в личном кабинете были выгружены в сентябре. Сейчас все жители, кто не подключен к личному кабинету, могут получить сводные налоговые уведомления на почтовых отделениях. Поэтому у всех сейчас есть возможность для того, чтобы вовремя, в удобном режиме оплачивать налоги, чтобы сделать это быстро. То есть налоги можно уплатить по одному QR-коду, который размещен на сводном налоговом уведомлении. Можно это сделать через личный кабинет налогоплательщика. Своевременная уплата налогов – это не только спокойная совесть и отсутствие близкого знакомства с судебными приставами. Также это пополнение городского бюджета. И чем больше нефтьюганцев проявит ответственность, тем больше денег можно будет направить на решение плановых вопросов. Прежде всего это зарплата учителей, врачей и работников бюджетной сферы города Нефтьюганска. Безусловно, я призываю всех заплатить налоги до 1 декабря. Это наша с вами гражданская позиция, наша с вами ответственность. И я, как руководитель, тоже веду свою работу в своем коллективе. Также один из депутатов, Галина Москвитина, досрочно сложила полномочия по собственному желанию. В связи с этим были внесены соответствующие изменения в состав комиссии по соцвопросам и фракции «Единая Россия». С 2004 года этот недуг считается глобальной эпидемией. На этой неделе весь мир отмечает День борьбы с инсультом. Если раньше он встречался в основном у пациентов старше 55 лет, то сегодня диагноз стремительно молодеет. Всего с начала года в Нефтьюганской больнице с острым нарушением мозгового кровообращения прошли лечение 167 горожан. Инсульт – патология, которая развивается из-за острого нарушения кровотока в головном мозге. К нему чаще всего приводят сердечно-сосудистые заболевания, провоцирующие закупорку кровеносного сосуда или его разрыв. Чем выше возраст, тем выше риск. Возраст – это некорригируемый фактор риска. Но если у человека есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевание сердца, нарушение ритма, если человек ведет малоподвижный образ жизни, переедает, у него повышенный уровень холестерина, то есть он более подвержен риску развития инсульта. У многих людей есть не один фактор сочетания этих факторов. Как сообщают врачи, по статистике, после перенесенного инсульта к труду возвращаются не более 20% больных, а около 80% становятся инвалидами. Прогноз зависит от скорости начала лечения. Чтобы свести к минимуму или вовсе устранить тяжелые последствия, важно вовремя выявить симптомы. Как только пациент или кто-то из его родственников, окружающих, заметил, что пациенту, человеку стало плохо, нужно попытаться выявить первые симптомы инсульта, попросить его улыбнуться, показать язык, заговорить с ним, поднять руки. Если опускается с одной стороны рука, если есть асимметрия лица, отклонение языка, нарушение речи, нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. В прошлом году 254 пациента проходили лечение в Нефтьюганской больнице с острым нарушением мозгового кровообращения. Врачи отмечают, что в 2023 случаев гораздо меньше. Если своевременно обращаться к специалистам, инсульт можно предотвратить. Бывает у человека иногда кратковременные нарушения мозгового кровообращения. Это называется транзиторная ишемическая атака, которая проявляется точно так же, как инсульт, такие же симптомы, но они быстро проходят. Человек, может быть, первый раз напугается, второй раз уже подумает, что у него первый раз прошло и второй раз пройдет. А в будущем у него может случиться инсульт, поэтому нужно всегда обращаться, если что-то случается. Снизить вероятность сосудистой катастрофы можно, изменив образ жизни, взяв под контроль свое здоровье, учитывая факторы риска, повышающие вероятность инсульта. Его можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия. Алина Морозова, Рамазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». В формате видеоконференции состоялся круглый стол с молодежной библиотекой города Макеевки. Нефтьюганские специалисты обменялись с коллегами опытом реализации и практики современных форм патриотического воспитания молодежи. В современной России патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетов государственной политики. Благополучие и процветание нашей страны, а также ее безопасность, зависит от молодых. В их руках будущее. Библиотеки, как накопитель исторической памяти, выступают информационными проводниками. Мы бы хотели поделиться опытом и послушать, как наши коллеги из центральной библиотечной системы, конкретно библиотека по работе с молодежью у города Макеевки, работает в этом направлении. И самим рассказать, что мы используем, какие практики у нас существуют, реализуются, что у нас в планах. На встречу специалисты Нефтьюганской рассказали коллегам про клубное формирование штурмана Книжных морей. Мы хотели, чтобы ребята через семейную память, через те знания, которые хранятся у них в семье, о своих предках, участниках Великой Отечественной войны, прикоснулись к истории Родины, почувствовали патриотические чувства и больше знали о своей семье, о своих предках, о своей Родине. Семья, школа, библиотека – это те социальные институты, центры просвещения и воспитания, закладывающие в человеке любовь, ценности, традиции, которые формируют семейный патриотизм. Мы на основе вот этих знаний, которые ребята собрали, получили от них некоторое количество очень хороших работ, которые рассказывают об их семьях, о том, как жили их предки в годы Великой Отечественной войны. Коллеги положили начало профессиональным коммуникациям, обсуждая и отвечая на вопрос, какая она – Россия в жизни современной молодежи, и почему так важно сохранять и передавать историческую память. Дарья Грельцева, Олег Ельгин, телерадиокомпания «Юганск». Спортсмены-нефтяники вернулись из Сочи, где проходил международный фестиваль по триатлону. По сумме набранных очков команда «Роснефти» заняла третье место. Это внушительный результат, учитывая, что мероприятие собрало более 6 тысяч участников с разных уголков мира. Свой вклад в копилку команды внес и сотрудник «РН Юганскнефтегаз» Василий Редькин. Материал наших коллег. «Айронстар Сочи» – это буря эмоций, волнения и радости от преодоления себя. В этом году масштабный спортивный фестиваль собрал 6,5 тысяч профессионалов и любителей циклических видов спорта в возрасте от 16 до 76 лет. Поболеть за триатлонистов приехали более 17 тысяч человек. Еще десятки тысяч зрителей смотрели онлайн-трансляцию. В корпоративных стартах спортивного фестиваля приняла участие команда «Роснефти». Честь компании отстаивали порядка 70 атлетов. Василий Редькин, ВРН «Юганскнефтегазе» работает с 2014 года. Несколько лет назад увлекся триатлоном. С тех пор успевает не только производственные задачи решать, но и славить предприятие спортивными успехами. Хотелось чего-то добиваться, куда-то развиваться, помимо профессиональной деятельности. Ну и сначала это были выраженные марафоны, полумарафоны. Опять же, все на любительском уровне, все для себя, ради интереса, ради получения удовольствия. Фестиваль в Сириусе считается одним из самых живописных. Заплывы проходили в бухте Меретинского порта. Маршрут велогонки пролегал по олимпийской трассе «Адлер-Красная поляна», а беговой – по берегу Черного моря. С плавания все начинается, но зависит от настроя. Если получится хорошенько настроиться, да, и отработать в воде хорошо, то все остальное тоже проходит прямо на ура. Как раз таки в Сачах так и получилось. Плавание сложно, велосипед достаточно комфортно, с удовольствием. И бег – это уже прямо такое завершение, ты уже на подъеме, стараешься все быстрее и быстрее. Василий Редькин участвовал в так называемой полужелезной гонке. Дистанцию протяженностью 113 километров он преодолел за 6 часов 16 минут, что весьма хороший результат для любительского уровня. Во всех начинаниях спортсмена поддерживают жена и дочь. В будущем даже планируют выступать всей семьей. Супруга также занимается бегом, да, она в основном бегает, но также плавает, ходит в бассейн. Зимой катается на лыжах, старается улучшить свою технику, даже на тренировки с тренером ходит. Дочка маленькая, 4 года, ходит уже на тренировки в бассейн. Ну, пока еще вот жемчужины там в аквапарке, они занимаются с тренером уже все. То есть мы настроены на то, чтобы наш ребенок пошел по нашим стопам. В общей сложности спортсмены Роснефти завоевали 5 медалей и заняли третье место в общем зачете среди 80 команд-претендентов. Стоит отметить, что на соревнованиях по триатлону нефтяники выступают с 2015 года. За это время Роснефть Триатлон Тим заслужила звание самой успешной корпоративной команды в годовом рейтинге по версии Iron Star. Розанна Гладкова, Владислав Береговой, Седьмой канал. Снова достали клюшки и коньки. В Нефтьюганске открылся хоккейный сезон. Это событие спортсмены отметили традиционным турниром. На льду сразились команды из Нефтьюганска и Белого Яра. Как прошли соревнования, расскажет Ангелина Кагальникова. Перед началом первенства города прошла торжественная церемония. На мероприятии собрались представители администрации Нефтьюганской и комитета физической культуры и спорта, чтобы поздравить хоккеистов. На лёд вышли три команды. Две из Нефтьюганска – это медведи в возрасте от 10 до 16 лет. А также гости турнира – сборная команда из Сургутского района «Белые тигры». Игры проходили по круговой системе на победителя. Вячеслав занимается хоккеем уже почти 6 лет. Рядом с его домом открылся каток, где проходил набор в секцию хоккея. Как рассказывает юный спортсмен, родители предложили, а он согласился. А перед другим спортсменом из команды «Нефтьюганские медведи» стоял выбор – фигурное катание или хоккей. Был выбор. Мама меня хотела дать либо на фигурное катание, либо на хоккей. Ну и я отказался от фигурного катания и пришлось пойти на хоккей. Не подзалел? Нет, ни капли. Наоборот, даже рад. Я прям живу хоккей, можно сказать. Ребята очень рады, что зимний сезон снова открыт. Первые соревнования после летних каникул дались непросто, но ребята настроены решительно. Конечно, рад, потому что всегда приятно начинать после перерыва потихоньку раскатиться и начать бороться за медали. Скучал по хоккей пока в летние каникулы? Ну, конечно, скучал. Теперь едем на соревнования. Вот у нас команда уже получается после каникул едет на соревнования 3 на 3. И в феврале мы вроде едем на «Золотую шайбу». Планов у нас много. У нас все возраста, начиная с 14-13 год, 12-11, 10-9 и 7-8, все играют на «Золотой шайбе». Это всероссийские соревнования. Задача, значит, как обычно, высокая, надо выигрывать первое место. Чтобы попасть дальше, нужно вот сейчас предварительно везде выигрывать. Если занимаешь второе и третье место, то ты дальше уже не проходишь. Это отбор идет. Чтобы попасть дальше, надо быть везде первым. Этот год у хоккеистов будет насыщенным. С началом ноября у ребят начинается плотный график, тренировки и всероссийские турниры. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Строевая подготовка, навыки ориентирования на местности и спасение человека с помощью подручных средств. Школьники «Нефтеюганска» приняли участие в военно-патриотической игре «Курс молодого бойца». Подробности в сюжете Игоря Шмелева. Курс молодого бойца встретил участников общим построением, после чего ребята из разных школ города разделились на команды в случайном порядке. Подобное распределение на группы помогает ребятам научиться сплоченной работе даже в незнакомом коллективе. Такие игры от юнормейцев проходят в «Нефтеюганске» на постоянной основе. Это мероприятие такого формата обучающего, то есть это военно-патриотическая игра, курс молодого бойца. Но это не соревновательного типа игра, а это обучающего типа игра. То есть здесь проходит ряд, ну скажем, таких секций, которые направлены на обучение ребят действию в различных условиях. Участникам игры предстояло пройти ряд испытаний, которые направлены на развитие разных навыков. Ребята учились разбирать и собирать автомат Калашникова и попадать в яблочко из пневматической винтовки. Также им показали основы самообороны. Сегодня мы проходили, как правильно вынести человека при случившейся беде. Мы сделали самодельную носилку из рубашек, и я участвовала как пострадавший. Уметь вовремя среагировать в чрезвычайной ситуации и грамотно оказать помощь из подручных материалов – это один из важнейших навыков, например, при походе в лес. Также ребята научились проходить полосу препятствий. На ней важнейшую роль играет умение координировать свои движения. Мне тут очень понравилось. Мы тут проходили в веревочную полосу препятствия, состоящие из нескольких испытаний. Навеска, бабочка, рукоход, многоход, ромб и бревно. С задачами курса молодого бойца справились все команды. Это позволило ребятам получить бесценные навыки коммуникации, а также практический опыт, который может пригодиться им в жизни. Игорь Шмелев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». А на этом наш выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и хороших выходных!